Осенью, в период сезонного подъёма заболеваемости, возникла необходимость своевременно и бесплатно обеспечить медикаментами тех, кто лечился от коронавируса на дому. После обращения правительства края в федеральные органы власти было принято решение о выделении регионам 5 миллиардов рублей. Алтайский край получил 87 миллионов. Об этом Виктор Томенко ещё в начале ноября рассказывал журналистам. Деньги эти поступили. Мы опять столкнулись, конечно, с дефицитом этих лекарств у потенциальных поставщиков. Буквально конкурс объявили, а на него никто не вышел. Одна компания вышла со сроками поставки примерно в 20-х числах ноября. Но вот сейчас занимаемся тем, чтобы быстренько законтрактовать хотя бы эти объёмы и начать уже доводить эти лекарства до тех наших людей, которые заболели и проходят лечение. Накануне на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Минздрав региона отчитался перед губернатором о проделанной работе. По лекарственным препаратам 87 миллионов. Сегодня законтрактовано уже на 75 миллионов рублей лекарственные препараты. По срокам поставки эта часть уже поступила 23-го числа в регион. Далее там опять-таки по номенклатуре 27-го числа завершающая поставка в судьи. Лекарства общей стоимостью более 47 миллионов рублей уже поступили в регион. Виктор Томенко поручил Минздраву разработать чёткий алгоритм доставки лекарств пациентам на дом, в том числе привлечь к этой работе волонтёров. Также на заседании оперштаба обсудили предложение о введении запрета на проведение в общественных местах новогодних мероприятий и корпоративов. Уже в четверг стало известно, что ограничения введут с 15 декабря по 15 января. Причина – сложная эпид-обстановка. При этом продолжат работу театры, кино и концертные залы. Носить маски теперь необходимо и на улице, во время различных мероприятий с массовым участием граждан. В пятницу в кулуарах 48-й сессии АКЗС Виктор Томенко рассказал, чем руководствовались власти края, принимая подобное непопулярное решение. Ожидается, и это традиционный, на самом деле ежегодный эпид-подъём по ОРВИ и гриппу, примерно со второй половины декабря, начинается в крае. То наслоение одной эпидемии на пандемию коронавируса – это довольно неприятная вещь, и с ней будет не так легко справляться. В этой связи мы приняли решение о том, чтобы ограничить всю деятельность, связанную с проведением новогодних праздников, если сказать по-простому. На сессии обсудили и ключевой вопрос повестки – проект бюджета Алтайского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Перед голосованием к депутатам обратился губернатор. Он отметил рост собственных доходов бюджета, что свидетельствует о положительной динамике в экономике края. Доходная часть составит почти 124 миллиарда – это на 10% больше, чем в бюджете текущего года. Подготовлено заключение, данное заключение было направлено. Достаточно объемный документ получился. И основные, наверное, вещи, которые мы отмечаем, что бюджет по-прежнему сбалансирован, бюджет носит социально направленный характер. Расходная часть бюджета 2021 года достигнет почти 130 миллиардов рублей. Более 70% этой суммы направят на исполнение социальных обязательств. В том числе на развитие здравоохранения, что особенно актуально в сложившейся эпидемиологической ситуации. В первом полугодии запланирована индексация заработной платы бюджетников, которые попадают под действие указов президента. Зарплаты остальных работников бюджетной сферы проиндексируют с 1 октября. Большинством голосов депутаты АКЗС поддержали проект бюджета во втором окончательном чтении, чем подтвердили высокое качество работы исполнительной власти региона. Глеб Полянский, Дмитрий Козерлыга, Алексей Шаульский, Анатолий Фукс. Новости.